Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня я решила приготовить творожный кекс. Что мне для этого нужно? 300 грамм творога, 5 яиц, 150 грамм сливочного масла, 1,5 стакана сахара, 2 стакана муки в рецепте, но плюс-минус буду готовить и скажу точно, сколько ушло муки. 100 грамм изюма, разрыхлитель для теста и ванилин. В первую очередь я приготовила творог. У меня творог 12% жирности. Если у вас жирность поменьше, значит его лучше перетереть через сито, потому что будут ощущаться в тесте твёрдые комочки творога. Добавляю сюда 1,5 стакана сахара и взбиваю миксером. Миксером перебиваю до однородной массы. И теперь миксером перебиваю до однородной массы. Вот смотрите, как перебился творог с сахаром. Однородная масса. Сюда же добавляю сливочное масло. Сливочное масло должно быть мягкой, комнатной температуры. И тоже всё это перебиваем. Вот такая вот масса получилась. Однородная, без комочков, потому что хороший творог, жирный. Так, и теперь по одному вводить яйца. Теперь можно добавить сюда щепотку соли, ванилин и буду добавлять муку. Если у вас ванильный сахар, можно его добавить в пакетик или два. У меня чистый ванилин, вот я добавляю его совсем немножко. Так, ну, смело теперь набираю стакан муки. Обязательно просеять муку. Так, это первый стакан. Добавляю я столовую ложку полного разрыхлителя. Тоже просеять. Так, первый стакан муки можно вымесить миксером. Так, ну, вот такое мягкое тесто получилось. Сейчас я наберу стакан муки и посмотрю, сколько муки у меня ещё войдёт. В каждом видео говорю, что мука всегда разная. Если указано в рецепте два стакана, не всегда точно можно к этому придерживаться, потому что может пойти больше, а может быть и меньше. Так, ну вот, добавила полстакана. Теперь буду вымешивать лопаткой. Консистенция этого теста должна быть, ну, погуще, чем, как говорится, чем густая сметана. Немножко погуще должно быть тесто. Можно добавлять ещё муку. Добавляю и эти, в общем, пошло два стакана муки. Теперь всё это вымесит в однородной массы. Так вот, вошло в тесто ровно два стакана муки. Вот такое вот получилось тесто. Оно не льётся. Его можно разложить ложечкой. Но такое вот должно быть тесто. Вы видите, какое оно однородное. Комочков творога не видно совсем. Так что, если не хотите творог перетирать через сито, значит, купите творог более высокой жирности. Так, и теперь я сюда добавляю 100 грамм изюма. Сюда ещё можно добавить курагу, черный слив. Можно даже сушку любую, яблочки, вишни, если они без косточки. В общем, это уже, что захотите, то можете и добавить. И вот такое вот красивое получилось тесто. Эластичное, однородное. И теперь можно его перекладывать в форму. Форму я застелила пергаментной бумагой. Вот такое вот тесто. Я думаю, вам хорошо видно. Вот его консистенция. Но, смотрите, я же говорю, будет указано 2 стакана муки. Но вы лучше смотрите на консистенцию теста. Вот такая вот у меня форма. Я под видео укажу размер этой формы. Вот, теперь я её заполню. Перекладываю тесто ложечкой. Вот так вот заполнять полностью все уголочки. И сразу же его и разравнивать. Потому что тесто не жидкое, оно не разливается. Его надо немножечко ложечкой разравнять. Вот, всё тесто в форме. У меня форма размером 26 длина и ширина 11. Есть формы немножко больше. Вот такой рецепт подойдёт больше на большую форму. Потому что здесь тесто, конечно, чуть-чуть больше, чем надо. Было бы. В общем, форма должна заполняться на 2 третьих. Вот. Но здесь немножко больше. Но кекс этот очень не поднимается. Я думаю, что спечётся он хорошо. В общем, когда я начинала делать тесто, я включила духовку до 200 градусов. И этот кекс печётся 190-200 градусов. В зависимости, как у вас духовка печёт. Вот. И где-то 45-50 минут. Ну, всё. Я его ставлю выпекать. Так, вот. Кекс испёкся. Ну, видно, что он поднялся выше формы. Вот. Выпекался он, кстати, час и 10 минут. Это потому, что много его было для этой формы. Если форма у вас есть побольше, он растечётся, будет ниже занимать место, он быстрее пропечётся. Вот. Ну, сейчас я ему дам немножко остыть и вытяну из формочки, уберу бумагу. Так, вот я его извлекла из формы. Посмотрите, как он хорошо пропёкся. Равномерно. Не подгорел. Вот. Ну, теперь я его перекладываю на блюдо и посыпаю сахарной пудрой. Вот этот вот кекс, он посыпается только сахарной пудрой. Вот то, что он треснул, это нормально. Для творожного кекса это нормально. Так он и должен. По-другому никак не получится. Вот. Ну, и теперь осталось ему полностью дать остыть. И можно нарезать и пить чай. Вот такой вот вкусный рецепт. Пробуйте, выпекайте. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Всем пока!